Место происшествия Место происшествия Место происшествия Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Обыскали производственную базу предприятия, переворошили все вокруг Изъяли бухгалтерскую документацию Теперь ее изучают и анализируют специалисты Проверили документы и у работников 10 из них оказались иностранными гражданами Трудились нелегально, без патентов За нарушение правил въезда в Россию заплатят штрафы И будут выдворены за пределы страны Две краснодарки погорели на незаконном семейном бизнесе Женщина 46 лет и ее 28-летняя дочь Стали фигурантками уголовного дела Их обвиняют в торговле Контрафактным алкоголем Об этом сообщает Следственный комитет края По версии следствия С декабря 2016 по март 2017 года Под видом водки предприимчивые дамы Приторговывали непонятным пойлом Об этом узнали оперативники Товар изъяли и направили на экспертизу Исследование показало, что спиртосодержащая жидкость Внутри бутылок опасна для здоровья человека В ней обнаружили токсические вещества Расследование уголовного дела продолжается Преподаватель Краснодарского машиностроительного колледжа Попался на мошенничестве Неприятности у мужчины начались После того, как он решил срубить денег с 21 студента Сказал старости группы, чтобы он с каждого собрал по 3000 рублей За уже выставленные в зачетках отметки Староста оказался не так прост Позвонил в полицию Передача денег состоялась 17 апреля Предподаватель получил 63 тысячи рублей Но распорядиться ими не успел Помешали оперативники В отношении преподавателя возбудили уголовное дело В городском главке рассказали подробности Тройного ДТП с участием общественного транспорта На Сормовской и Дежнево в Краснодаре По предварительным данным Водитель фольксвагена не уступил дорогу троллейбусу Который двигался по главной От удара иномарку отбросила в сторону Она столкнулась с Хёндой После чего врезалась в железобетонный столб Никто не пострадал, но материальный ущерб, судя по этим фото, солидный Обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы На улице 1 мая в Краснодаре Выстроился целый паровоз легковушек Массовая авария, со слов очевидцев Произошла во вторник вечером Когда все торопились домой с работы По очереди друг с другом Столкнулись сразу пять автомобилей У последнего от удара Выстрелила подушка безопасности Информации о пострадавших нет В случившемся разбираются правоохранители В Сочи на улице Транспортной Под машину попал 15-летний подросток С места ДТП его госпитализировали с травмами Автоинспекторы выяснили, что мальчик переходил дорогу по зебре Женщина-водитель Хёндой Не остановилась и сбила школьника Она из Армавира, 41 год По факту аварии стражи порядка проводят проверку Еще одно ДТП с пострадавшим в Кореновском районе Поездка на автомобиле закончилась госпитализацией Для 27-летнего водителя Хёндой Мужчина ехал на иномарке по главной дороге Неожиданно с авторостепенной на нее выскочила Шкода За рулем был шофер, которому 31 год Все обстоятельства происшествия уточняют автоинспекторы И снова вернемся в Сочи Вечером 22 мая Там сгорели сразу три автомобиля По информации Краевого управления МЧС Огненное ЧП произошло на улице Макаренко Первым вспыхнул грузовик От него огонь переметнулся На две легковые машины, которые были припаркованы рядом Пожарных вызвали в 21-25 На дорогу и тушение у них ушло 15 минут Никто не погиб и не пострадал Причину возгорания устанавливают эксперты А теперь пройдемся по авариям, которые за предыдущие сутки Сняли камеры единой дежурной диспетчерской службы Краснодара Минская и Каляева Шофер грузовика неожиданно меняет маршрут С крайней правой он поворачивает налево Буквально в смысле пробиваясь вперед Ейское шоссе, третья трудовая Еще один грузовик толкает в задний бампер свою попутчицу Ставропольская стеклотарная Водитель микроавтобуса трогается с места, не дождавшись, когда светофор замигает зелёным На углу российской пригородной легковушка пристраивается перед грузовиком И всё это в момент, когда он уже начинает ехать Две четырёхколёсные соперницы не могут поделить дорогу на Солмовской и Симферопольской Спустя несколько часов этот же перекрёсток И снова похожий конфликт На Красной Пашковской по принципу домино сталкиваются сразу три машины Еще одно тройное ДТП, но уже по оригинальному сценарию На Красных Партизан и Сочинской На особом контроле следственно-оперативных групп краевого главка Отныне будут дети Заканчивается учебный год, приближается долгожданное для ребят событие Последний звонок Он прозвенит в 1211 школах Кубани За безопасностью и порядком проследят правоохранители Всего на охрану общественного порядка будет задействовано более трёх тысяч сотрудников полиции 1200 казаков, 700 представителей частных охранных предприятий Кроме этого, на входных группах будут использоваться как стационарные, так и ручные металлодетекторы В рамках проведения антитеррористических мероприятий По запрету проноса запрещенных к обороту предметов Которые могут создать угрозу для жизни и безопасности участников данного торжественного мероприятия Вечером на патрулировании улиц, площадей, парков и скверов города Выйдут дополнительные группы сотрудников Перед ними поставлена задача проследить за соблюдением детского закона В последние дни учебного года кубанские правоохранители примеряли на себя роль педагогов Разминка, растяжка, прыжки на месте, массовой зарядкой на свежем воздухе кубанских школьников и студентов Удивить сложно, но в этот раз компания у них была необычная Самые энергичные полицейские края Они показывали упражнения, которые весело повторяли ребята Зарядка со стражами порядка не ограничилась только оздоровительной физкультурой Школьники Ленинградского района смогли научиться приемам самбо А от Радненского узнать секреты работы кинологов с их четвероногими питомцами И понаблюдать, как служебные собаки находят спрятанные предметы Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут В нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня» Я передаю слово коллегам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин